...католикам. Нет, не на Петре, а на самом Иисусе Христе. Потому что и Петр, и даже там Матерь Господа Иисуса Христа, Марии, да, все, 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 все люди, мы храм Божий. Но фундамент этого храма, основание, это огромная скала. Это не камень, не камень, который может поднять человек. Это не люди. Это сам Иисус Христос. Там еще говорится, что я построил церковь на открытом знании, кто такой Христос. Аминь. И кому будет открыто знание, вот эта церковь, кто такой Христос. Да. Есть и такое мнение тоже, да. Есть, ну, там, я не совсем согласен с этим, но очень хорошее мнение тоже. Тоже хорошее мнение. Потому что в Иисусе, вот это знание об Иисусе Христе, это не вся правда еще просто. Это полуправда. Полуправда всегда опасна. Потому что можно знать даже о Христе, да, значит, но не иметь этого духовного возрождения. Понимаете, значит, с этим тоже сталкиваюсь я часто очень, особенно в протестантском мире. Очень, в отличие от православных, допустим, и в большей части от католиков, протестантский мир, он чем мне нравится, мне очень нравится тем, что, значит, много знания. Много знания о Боге, много знания о Христе, вот обучения, прочее. Но, с другой стороны, меня иногда пугает, часто пугает такой момент, именно много знания, но нет познания. И с этим часто сталкиваюсь, к сожалению. И, знаете, вот, я понимаю поэтому, что без духовного возрождения нет входа в Царство Божье, в Царство Божье. Это отдельная тема, вообще, сатирология моя любимая тоже тема, вообще, я очень люблю. Учение о спасении, вообще, о спасении. И чем дальше, тем больше вопросов на эту тему возникает. Читаешь разных авторов, слушаешь разных проповедников, столько мнений и в современном христианстве, и в древнем христианстве, поверьте, было не меньше мнений. Очень много разных мнений. Вот, но, как ни крути, как ни, значит, изобретай что-то, вот, как ни проповедуй, не родишься свыше, ты не увидишь Царство Божье. Опять-таки, даже рождение разное, да. А я как определить рождение свыше, родишься человек свыше? Ха-ха-ха-ха, да. Это целая наука. Это целая наука. Слушайте, по совести говоря, никак не определишь. Если честно. Не, я, конечно, могу назвать главные принципы, там, сатирологии, значит, да, и главные принципы возрождения духовного, но, по сути, никак не определишь. Знаете, Иисус оставляет и племелы, и злаки расти до конца, чтобы вы не подергивали, говорит, хорошее зерно вместе с плохим. То есть, даже те, кто, как оказалось бы, понимает и знает, он может нечаянно выдернуть вместо того другого. Потому что Бог смотрит не на что-то другое, не на нашу доктрину, не на наши там конфессии, одежки, учения наши даже. Порой человек рождается свыше вопреки учению своему, а порой, имея идеальное учение, евангельское, и всю жизнь вырос на церковном скамье с молоком матери, христианин, и всю жизнь за кафедрой, и так и не имеет духовного возрождения. Не определишь. На самом деле, если по совести, не определишь. Мне чем нравится сатирология, что это учение такое очень таинственное. Оно самое таинственное вообще в христианстве. На самом деле, там больше вопросов, чем ответов, если по совести. Потому что много есть разных тоже пониманий. Но, конечно, самые главные признаки духовного возрождения, да. Сердцем веруют праведности, устами есть только спасение. Есть принцип определенный, да. Человек принимает, осознает свою греховность. Это как бы ингредиенты, да. Осознает вход в церковь, да. Осознает свою греховность. Да, это правильно. Потом осознает святость Бога. Да, слава Богу. Потом еще очень важный элемент. Осознает, что Иисус Христос, Он умер за Него. Лично за Него, не просто за всех даже скопом, а именно за Него. Да. Он исповедует Иисуса Христа своим спасителем Господом. Лично своим. Не просто всех, а своим лично. Да, это тоже хорошо. И таких элементов много. С десяток таких важных элементов духовного возрождения. Но самое интересное, можно иметь все эти элементы, но не иметь и духовного возрождения. Ну, не буду вас смущать, потому что обычно протестантизм и другое мнение. Вот. Не буду со своим устам. Да. Ладно. Очень нравится мне из протестантов на эту тему, очень нравится мне, значит, один автор, значит, Ти Эл Осборн. Он сюда приезжал, евангелист. Просто человек, он в Киеве, когда проводил семинары здесь свои. Ти Эл Осборн. Известный евангелист, мировой евангелист, вот, как Бонки или Билли Грэм, покойный, да, вот. Ти Эл Осборн, он порядка 60 лет нес служение евангелиста мирового. Сотни миллионов людей слушали Слово Божье, принимали Христа через его служение по всему миру. То есть, это как бы, ну, очень хороший плод такой, конфессионально он 50-ник, классический, потом 50-ник. Если Билли Грэм, допустим, покойный, он баптизм, такой классический баптист. Вот, в последние годы не совсем классический, но баптист. Вот еще, ну да, он уже такой, Христов уже, сейчас был в последние годы, он уже, его баптиста не вмещали уже многие. Вот, он действительно просто Христов человек и все, Божий человек. И, значит, это очень хорошая такая у него была эволюция такая. Христианская. И, значит, Атин Лосборн, он классический 50-ник, который начал пробовать еще молодым человеком, как евангелист, на полное служение. Вот, больше 60 лет нес евангельское служение такое, как евангелист. И когда он в Киеве проводил семинары, здесь вот, тоже какой-то, 98-99. Это когда он дарил книги, да? Книги. Да, да, комплекты такие дарил. Да, 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 и евангелизацию проводили потом там огромную. Да, 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 я же был тоже. Получил Богик, когда он был. Вот, и, значит, и он говорил интересную вещь тогда, значит, первый раз, когда приезжал, вообще самый первый раз в Украину. Он на собрании пастырей, значит, он сказал такие слова. Я был там просто в этом собрании тоже. Он сказал, что вот я, говорит, больше 50, тогда 50 лет он, да, евангелист там уже был. И, говорит, вот, нес служение, говорит, и я проповедую евангелие, говорит, и люди, я знаю, как люди рождаются свыше, я знаю, как вот это происходит, но, говорит, сегодня я скажу вам так, что я не знаю, как люди рождаются свыше. Я не знаю, как они спасаются. Вот, я это понял, говорит. Вот, и я понял, что это таинство, тайна. Это таинство, которое Бог и человек, человек и Бог. И здесь в это таинство не вмещается даже наша теология. Теология хороша, но это, как бы, хороша до времени. Вот, Никодим имел правильную теологию, на тот момент идеальную еврейскую теологию, но не имел вот этого самого главного. До Иисуса некоторые христиане, да и многие, говорят, христиане считают, что о рождении свыше только Иисус начал говорить, как бы, в иудаизме. Как бы, до Него, как бы, никто об этом не говорил. Ну, это неправда. До Иисуса об этом говорили, в учителях еврейские об этом говорили. Вот, и при том, такие великие учителя, там, Шамай старший был, школа Шамая знаменитая. Вот, он вообще на этом строил вообще все. До Иисуса эта тема, как бы, даже Иисус, когда говорил к Никодиму о рождении свыше, он сказал ему, ты, Радим, изучили Израиль, ты раз об этом не знаешь. То есть, это, любой Радим об этом должен знать, ну, сто процентов об этом споре. Ну, в те времена, допустим, самые известные школы, школа Гелелия, школа Шамая, они вот на эту тему, как раз, ну, очень серьезно дебаты проводили. У школы Гелеля в чем есть преимущество? Вот, на нем современный ортодоксальный иудаизм, как бы, существует. Там все проще в чем-то, проще жить человеку, значит, что там не говорится о необходимости духовного перерождения. Ты вот обрезан, ты кошерен, ты исполняешь заповеди, стараешься, по мере своих сил, ты вот побеждаешь злое начало, значит, там ты, вот это, нефиш, душа, значит, да, ицар есть, ицарара, вот это злое начало, ты его побеждаешь, и вот, ну, как бы, там понятнее, логичная система, значит, да, и понятно, что вот традиционный иудаизм, он, как бы, он впитал вот эту вот школу в себя, да, и вырос на ней. Но школа Шамая, она больше вопросов задавала, чем отвечала. Шамая говорил, интересно, кстати, его еще многие игнорировали тогда, почему? Потому что его отец язычник из неевреев, ну, принявший геюр, иудаизм, значит, ну, на него косились многие, вот, и, кстати, Галилея языческая, так называемая, да, времен Иисуса, как бы, она была пропитана учением Шамая. То есть Иисус с пеленок, как бы, знал эти, будем так, с малых ногтей, знал вот эти учения. В школе Шамая говорили, да, ты обрезан, да, ты кошерен, да, ты исполняешь заповеди, ты стараешься, ты молодец, но без вот этого духовного возрождения, перерождения, ты еще не дитя Авраама. Что потомкам Авраама может быть человек не просто обрезанный, не просто кошерный, не просто исполняющий заповеди, а человек, как и Авраам, переживший вот это столкновение с ним, как сейчас говорят, энкаутер. Вот нечто подобное было в понимании Шамая, энкаутера, как столкновение, столкновение с бездной, они говорили. Столкновение с бездной. Бездна, бездну призывали, вот стих Шамая цитирует раз, что бездна внутри нас и бездна милосердия Бога. Но, опять-таки, в школе Шамая до, допустим, получается, ну, вообще до Иисуса, в этой теме рождения свыше было больше вопросов, нежели ответов. Но в чем уникальность Иисуса, что Он отвечает на все эти вопросы иудаизма своими словами и говорит о себе самом. Он указывает на самого себя. Он указывает, вот как в 14 главе Иоанна, да, в 14 главе Иоанна говорит он, 6 стих, что «Я есть путь истинной жизни». И Он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. То есть Он прямо указывает на самого себя. И когда, говорит, кто же ты от века сущей, как и говорил вам, хо, это было уже слишком. А потом не только учение. Не хотите верить словам? По самим делам посмотрите. Сами дела посмотрите. Потому что в еврейской традиции, ну, есть разные традиции, конечно, есть разные традиции, есть традиции обучения. Есть традиции практики, есть традиции теории, есть традиции практики. Но еврейское сознание всегда тяготеет к традиции практики. По плодам узнаете их. Собирает для стерновника виноград, да, или срепейника смотвы. Вот. Как говорится, не учите меня жить, а лучше помогите материально. Потому что порой гривна, там, да, или рубль, или доллар говорят громче, чем очень многие признания, очень многие слова. Порой один поступок говорит намного больше для человека, чем тысячи слов. Это понимают все люди. Ну, больше или меньше. А в еврейской культуре этого и подавно. Знаете, некоторые христиане возмущались, даже я читал это не раз, и даже общался. Вот покойный был Папа Римский, этот Иван Павел II. Там, значит, были покаяния в антисемитизме, покаяния, значит, перед еврейским народом. Ну, неоднократно были во время его понтификада, значит, и что самое интересное, многие христиане говорят, ну, как же так, ну, почему евреи не принимают его извинения? А почему, как бы, значит, его слова звучат, как бы, да, вот, значит, а почему нет каких-то дальше шагов? Ну, хотелось бы, значит, там, да, значит, со стороны евреев тоже шаги определенные услышать, увидеть. И, знаете, что интересно, да, понтифик, он, да, просил прощения, значит, да, но куда шли ватиканские деньги? Знаете, не в Израиле, а, по сути, на, как бы, как официально считается, кормление палестинских деток на терроризм. По сути, Ватикан косвенно спонсировал террористические антиизраильские вот эти группировки, значит, и, знаете, поэтому я христиан многим говорил, что не судите евреев, что они не хотят принимать их слова понтифика. Дело в том, что те доллары, что миллионы долларов, что Ватикан, значит, туда вливал, в террористические явные организации, вот, они перечеркивают, говорят, все слова добрые, которые были сказаны папой. Нет, они слова уважаемые, да, и Равина много говорит, спасибо, папа, спасибо огромное за вашу, там, заботу, все-таки слова такие важные, но не верят ему. А мы имцы по-другому, они направили сначала... Молодцы, да. Денег много, те даже думали, принимать или нет, но это... А потом уже извинения, это правильно, вот это, да. И поэтому немцам больше веры было, да, значит, всегда. Значит, и, ну, в этом отношении, да. Значит, и, знаете, многие, ну, еще вопросы другие есть, конечно, касательные церкви тоже. Вот, вот, но если, даст Бог, с этой темой сатириологии буду еще вас, то Господь его смотрит. Но хочу остановиться на чем в этой теме все-таки, раз сатириологию задел. Духовное возрождение, это как вход в церковь, не просто карточка члена церкви, как, допустим, там, или, допустим, там, вот говорят, через водное крещение, допустим, да, в большинстве церквей. Ну, как бы, де-юр это очень удобно, в принципе, да. Вот, ну, по крайней мере, служителям все понятнее становится. Но самое интересное, чем понятнее человеку, тем непонятнее небесам порой. То, что в глазах человека порядок, в глазах Бога порой непорядок, и наоборот. Знаете ли, наш порядок, он порой так вот выходит боком нам. Потому что, знаете ли, вот, человек, даже принявший там, ну, все совершивший по правилам, по законам, да, церковным, если он, значит, ну, если он не пережил духовное возрождение. Для меня, есть такой простой тест по поводу возрождения. Знаете, у кого чего болит, вот про то и говорит. Вот, от избытка сердца, говорят уста. Да, для меня человек, который, вот, говорит об Иисусе, любит Иисуса, да, вот, для меня это хороший признак. Значит, я говорю, допустим, порой с людьми разных конфессий общаюсь, я начинаю говорить о крови Иисуса Христа. Начинаю говорить о крови Господня. Начинаю говорить о самом Иисусе Христе. И если я вижу, что мой собеседник, он плавится внутри, мягче, я понимаю, человек, даже если его вероучение очень странно для меня, то я понимаю, что это при всей странности нашей сейчас, но это брат, сестра. Но если я говорю об этих вещах, значит, но в ответ пустота и, как говорится, как в танке, я с большей долей, с большей долей уверенности могу предположить, что человек еще не пережил вот этого духовного возрождения. Просто, потому что для нас, как лакмус и бумажечка на уроках, да, в школе было, это сам Иисус Христос Господь. Это самая вернейшая проверка, самый вернейший тест, самый вернейший тест. Вот, потому что и Иисус Господь, и Царь, и Спаситель, христианство для меня это сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Да. Хочу прочитать, например, в Библии, после 1 Иоанна, 5, первое послание есть. 1 Иоанна, да. 5-я глава. Всякие верующие, что Иисус есть, Иисус, Бога Рожжен. Да. То есть это такое, что если человек верит, он идет. Аминь, 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 аминь. Тоже, да, вот, ну, и бесы тоже веруют. Нет, ну, ты заживаешь веру. Ну, да, 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 нет, понятно, понятно, нет, это все хорошо, опять-таки, да, элементы. Вот, знаете, как вот соль, вот поваренная соль, да, натрий-хлор, химический состав, отдельно натрий, это убийца живого всего. Хлор, не дай Боже, и то, и другое химически убивает человека, организм. А вместе, в сочетании, необычном таком сочетании, натрий-хлор, соль, удивительно, добрая вещь, и все соления, все с ними совершается. То есть, как бы, каждая истина евангельская, библейская, она может по отдельности даже убить человека даже. Вот, значит, но вместе, в каком-то удивительном сочетании, оно все приносит жизнь и добрая вещь. Да, брат, еще хотели тоже прощать. Но местное соль очень хорошее, кстати, вот на самом деле, для меня это очень важно, что Иисус Христос есть Господь, да, Он Сын Божий. И для вот духовно возрожденного человека это самая такая святыня, на самом деле, реальная святыня. Да, брат. Писание говорит, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Да, аминь. Апостол пишет дальше, что, как вы сказали, гривна, доллар, шекель, они больше говорят. Да, совершенно верно. Здесь дальше идет речь об этом же, что любовь к брату. Аминь, аминь. Хорошее очень место Писания, правильное место Писания, Слава Богу. 1 Коринфянам, 15 глава. Самое важное, самое главное, что я вам передал, Павел пишет о воскресении. Это Христос был погребен, умер в Писании, был погребен и воскрес. Аминь, аминь, аминь. Это центр, это истина, это все. Аминь, аминь, да. И дальше говорить о себе, как Бог его переродил, как он родился благодаря Богу Христу и благодати. Аминь, да. Слава Богу. И действительно, очень хороший признак тоже. Я пасторствовал некоторые годы здесь в Киеве, допустим, начинал церковь, сейчас там другие священники продолжают служение. Но для меня, допустим, в пасторском труде, вот, один из таких моментов тоже непростых очень, вот, как раз иметь дело вот с этими родами. Иметь дело вот как раз с людьми рождающимися, да, рожденными. Вот, это очень такой, ну, благостовенный труд и очень ответственный труд. И знаете, для меня очень важный критерий тоже был вот в такие моменты рассуждения с людьми. Что человек, допустим, не имея духовного возрождения, он грешит, и ему грех дает удовольствие. Это его среда. Человек, возрождаясь, он даже такие же поступки совершает, но ему уже удовольствие, удовлетворение не приносит это все. Наоборот, да, уже не просто ложка дегтя, а уже бочка дегтя уже и ложка меда. И вот это тоже для меня очень важно, потому что момент именно покаяния, вот, ну, греческое слово метаноия, очень хорошее слово, метаноия. Вот, поворот, да, на 180 градусов. А еще метаноия, говорит, использовалась как раз в эллинской армии, как команда, кругом, раз, два, в движении. То есть они шли в одно направление, офицер плечал, салаты, покайтесь, они в движение разворачивались и шли в противоположное. То есть получается, да, вот это разворот в жизни. Это же слово метаноия, изменение сознания, перемены мышления, это же слово метаноия. То есть получается, покайтесь, веруйте в Евангелие, это буквально призыв развернуться, да, перестроить свое мышление, все, это процесс. Поэтому в спасение, что касается, сразу, входа в церковь, есть этап первый, да, есть этап второй, и этап третий, как уже, да, завершающий. Интересно. Спасение, 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 спасение. Да, 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 да. О, спасибо, Господи, спасибо. Вот, и, да, да, да вы что? Да, вот такое у нас вводное занятие, такое, да, знакомство. Сегодня много чего рассказал, конечно. Извиняйте, я художник, я больше вот так вот, у меня больше эмоций, больше переживания. Сейчас, как раз, работу над такими вот этими этюды делаю. Ну, у меня нет своей мастерской сейчас, мечтаю о своей мастерской, конечно, где, я монументалист. У меня большие полотна, метр сюда, два туда, там, это минимум. Вот, и чтобы, значит, многофигурные композиции, ну, в основном пейзаж я, пейзаж в основном мое. Но в последнее время вот эти вот, как раз, делаю такие эскизики, очень интересные, многофигурных композиций. Вот именно как раз вот библейские вот эти вот сюжеты, некоторые вещи, ну, словами мне трудно выразить. Да и многие вещи словами не выразишь. Многие вещи выражаются, вот, для меня живопись, музыкант, допустим, музыкой передает. Да, кто-то еще чем-то, прозой трудно передать, что там, стихами передавай. Да, значит, пением, ведением. Как? Ведением. Ведением. Как это? Ну, я не знаю, я в снахвачила, в снахвачила. А, в сновидении. Да, в сне. Интересно. Вот моя жена тоже, моя жена видит часто сновидений, потом такие, я слушаю, как кино смотрю, думаю, даже, а почему у меня такого нет? Вот, думаю, вот, надо же, у него, как вот, что-то хорошее, вот, у нее все время, а у меня ничего нет такого. Ну, не знаю, вот, я тоже любила рисовать, но я не выучилась, а я так просто, вот, ну, в снах мне такие картины снимутся, что я, если бы я могла нарисовать, я бы перерисовала, я самого Господа Бога бачила. Так вот, можно попробовать, что-то, ну, как бы, рассказать? Не, ну, не, ну, вот, нарисовать, что-то, эстиза, почему бы нет, начать с малого. Я знаю много христиан, которые до, вот, обращения, кстати, еще, в момент возрождения очень многих людей настолько, вот, перестраивает, что люди, допустим, то, что раньше терпеть не могли, они это любят. И наоборот, то, что раньше любили это сразу, просто терпеть не могут уже это. Вот, значит, настолько, тоже, это подсказка для души, вот, о моменте вот этого, как раз, рождения. И открывается потенциал творческий. Слушайте, Бог нас создал творцами, ну, с маленькой буквы, да, сотворцами, сотворцами, по образу подобию своему. У нас в церкви тоже, там, есть сестричка, которая стихи начала писать, одна сестричка. Никогда в жизни, даже, ну, даже в школе терпеть не могла, стихи учить. А здесь они прямо льются и льются, и льются, и льются. Вот это да. Кто-то музыку начинает писать. То есть, оно проявляется у всех по-разному. Вот, это удивительно. Вот, у моей жены много во снах, допустим, на самом деле, видит она. Удивительно, я, значит, очень редко что-то вижу. Мне как-то, я как-то вот уснул и проснулся, все. Что-то видеть я, ну, не знаю, редко очень что-то вижу, редко, да, и опутевываю еще меньше. Вот, что-то такое, чтобы, на чем поразумить. Хотя иногда я, Бога прошу, Господь, говорю, ну, разуми меня, вот, ну, как-то вот, может, даже во сне, даже, ну. Хотя я ему не указываю, потому что у всех свой путь какой-то, вот. Допустим, Мария, ангел, так, явился прямо, да? Да, да. А Иосифа во сне. Да. Другой бы проснулся, а бы мало что приснилось. Может, поел на ночь много там человек и не поверил бы, допустим. А Иосиф, видимо, у него душа такая, что вот он даже в Яфе ему явился бы, он бы там крестился, ну, короче, по-своему там молился бы. Он, может, не поверил бы так бы. А вот как во сне он поверил. У всех душа своя, у всех какие-то свои особенности. Бог каждому из нас ходит, дорожку свою находит. А кому-то не надо и ни того, ни другого, кому-то надо что-то другое. Вот, прочесть, допустим, это, да, уразуметь. У всех по-разному. Вот. Ох, ладно, это уже другая тема. Да. И церковь – это богочеловеческое учреждение. Но оно утверждено Богом самим. Оно из человеков состоит, но это не человеческая организация. Это божеское. Это сто процентов. И чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь я. И особенно молюсь, вот раз сегодня я больше так свидетельствую, знаете, особенно молюсь вот о том, чтобы всякий дух вот этого сектанства, он покидал христиан. Всякий дух сектанства, что действительно, что вот только мое правильное, только я, как бы только мое, только вот моя конфессия, только самая правильная. Истина, она и не в протестантизме, и не в католицизме, и не в православии, нигде, и не в исламе, и не в буддизме. Буддизм я мало знаю. Иудеизм, знаем более-менее хорошо. Но истина в Иисусе. Истина в Иисусе. Кстати, Ганди, Махатма еще, Махатма Ганди, он говорил интересную вещь. Значит, спрашивали его эти британцы, журналисты, по поводу Христа, по поводу Нового Залета. Я специально себе такие вещи выписывал, значит, изречения, как бы, известных людей, значит, о Христе, о Библии. И его задали вопрос ему, значит, ваше отношение вот ко Христу, вот, к Библии, к Евангелию. И он сказал такие слова, очень мудрые, я думаю, слова, на самом деле. Он сказал, что если бы, говорит, вы, англичане, пришли к нам без пушек и ружей, а с Иисусом Христом и с Евангелием, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела. Вот это буквально цитата. Я запомнил, даже так ее прямо врезал с памятника. Удивительно. И дальше он сказал такие слова интересные, шокировали эти слова британцев, журналистов этих. Он сказал, что если, я, говорит, пренебрегал христианство, потому что для меня это была религия, значит, насильников, эксплуататоров моего народа, значит, тех, кто колонизировали, значит, мой народ. Но потом, говорит, я преодолел, говорит, вот это отторжение, пренебрежение, как бы, и решил все-таки прочесть, как бы, вот, Новый Завет. О нем все говорят, говорят, вот, и решил прочесть Новый Завет. И он дальше свидетельствовал, интересно, что меня, говорит, я, говорит, влюбился в Иисуса, меня поразил Иисус сам. И в этом Новом Завете именно сама личность Иисуса. И он сказал потом, что действительно, что, даже сказал такие слова интересные, что я, говорит, там перевод, может, правильный, может, неправильный, но как-то так резко довольно выразился, видимо. Видимо, на язык острый был, товарищ. Он сказал, что я как ненавижу христиан, но я обожаю Христа, говорит. Он как-то так вот, как-то... А я потом вспомнил ее новичок, его выступление, значит, кореец тот самый, сегодня упомянуто уже на служении, значит, он, значит, первое его служение, значит, в Японии. Для японца Корея, это совсем другая земля вообще. Это, как бы, значит, это даже не хохлы москови, это еще больше конфликт, поверьте. То есть, это, как бы, значит, для японца Кореец, это просто собака, вообще даже не человек. Вот, для корейца Японец, это человек, который просто, значит, вообще ничего святого. Он просто, ну, все. Он даже зарубит и, как бы, даже глазом не ворвнет вообще. Понимаете, значит, и вот многовековая вражда, значит, и, притом, это было на таком даже уровне, как говорят, генетическом уже уровне. И вот представьте, значит, он приезжает в Японию проповедовать. Там собралось народу, собралось народу. Там христиан мало было тогда еще, значит, сейчас там уже в Японии более-менее христиан. Тогда был вообще с гулькин нос. Вот, значит, и собрались христиане, но в основном неверующих собрались. Журналисты, там политики пришли, ну, все-таки, ну, великий кореец приехал. Пойдем послушаем его. Ну, со своим самурайским таким, как бы, превосходственным, конечно, пришлем. Так, ворвы, сидят. А Йонгичу молился. И Дэвиду, да, Бог знал слово интересное. Он шокировал Японию, знаете, каким образом. Вышел за кафедру, тишина, люди слушают, и он сказал такие слова. Японцы, если бы вы знали, как я вас не навешу. Евангелист приехал, пастор всех. Аж это, думали, сейчас скажут, Бог любит всех нас. Там, значит, мир, дружба, жвачка, Иисус Христос, он, как бы, вообще, всех нас. А он начал вообще с другой стороны, вообще. Короче, японцы, там, я не знаю, насколько расширились и глаза от японских, но, как бы, их сознание расширилось точно. К чему бы это, и он сказал, что, да, мой народ на протяжении многих столетий, вот, ваш народ не жалует, и вы нас не жаловали никогда, вот, за людей не считали. Он, значит, он, например, привел такие из истории, ну, короче, там, самурая вывести на слезы очень сложно, но люди некоторые плакали. Вот, значит, и он рассказал о той ненависти, которую он имел в своей жизни. И он рассказал, что Христос, Иисус, его корейское сердце сокрушил так, что теперь, говорит, я люблю вас. И он рассказал, и, короче, вот, как считается, вот, значит, с Калифорнией этот пастор, который сейчас там миссионерствует, не он сам, а его команда миссионерствует по всей Японии, они вдоль, поперек с Калифорнией. Баптист там известный такой, рекворон, 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 да, классный очень пастор, мне так нравится он, вот, боевой такой вообще, значит, и, и, у них много миссионеров сейчас там трудятся, в Японии, по всей Японии, по всем островам этим. И вот они говорят интересную вещь такую, что вот именно считают, да, что вот именно вот тот, кто, как вот, ледокол, да, пробил лед самурайский, да, политически это были, конечно, Хиросима, Нагасаки, мабардировка, которая сокрушила дух самурайский, да, но духовно сокрушила внутренний, там, самурайский дух этот неправильный, именно Янгича. Вот та проповедь, она произвела такой ледокол, то есть лед стал трещать, он не до конца взошелся, но он стал трещать, пошла. И сегодня миссионеры об этом свидетельствуют как раз в японском народе. Удивительная история, конечно. Так что, братья и сестры, во всех народах, во всех племенах Церковь Божья растет, распространяется, от страны восходящего солнца до стран заходящего солнца, будем договориться. Вот, по всей нашей земле, многострадальной планете. Вот, и начиная от Иерусалима, до краев земли, Слово Божие распространяется по сей час. Сегодня век информатики, век интернета и подавно. Сегодня, действительно, Бог нам дал такие привилегии, такие, век знаний, век информатики. Сегодня любые семинары, любые лекции, можно, пожалуйста, все прочесть. Любому человеку доступно, почти на любом языке вообще. Это 2-4 часа в сутки, 7 дней в неделю, ешь не хочу. Но, с другой стороны, дамы и господа, братья и сестры, с другой стороны, есть, знаете ли, опасность, когда много знаний, да, умножается. Охладевает любовь. Самое основное, самое главное, на что Бог как раз и обращает наше внимание. Вот, пусть Бог благословит нас, да. Вот, пасторки, я как раз сейчас вспоминал Дэвид Юнгичо как раз, его первое служение в Японии, когда он шокировал просто аудиторию своим этим признанием, своей исповедью, вот, перед людьми. Вот, и потому что мы побеждали лукавого кровью Иисуса Христа, это одно, да, но еще слово свидетельства. Слово свидетельства, слава Иисусу. Пусть Господь благословит. И пусть каждый из нас погружается в Него, как Иисус и говорил, уходя, кто верует и погрузится в Меня, и пропитается Мною. В этой пропитке многие вещи помогают нам. Прощение. Оно позволяет соли входить в нас глубоко. И наоборот, если это толстошкурый человек, он не прощает, то этой соли трудно проникнуть внутрь твоего естества. Но самое проще, самый короткий путь к этой просолке, это простить всех и вся вообще. Просто любите Господа и любите окружающих. Все это самое простое. Первый заповедь, как говорится, огурца в просолке, не дергайся. Просто не дергайся, просто оставиться в покое, просто пребудь в Нем, все. И от тебя много не требуется вообще, в принципе. От тебя вообще ничего не требуется, фактически. Уже не ты живешь, живет тебе Христос. Вот тогда просолка совершается просто очень блистательно. А Иисус еще сказал ведь, что эта просолка, она не только для нас самих важна, да? Чудесами и знамениями сопровождает Он проповедь Слова Своего. Когда действительно эта просолка совершается, тогда действительно это все явно совершается в этом мире. Друзья, вокруг нас. Потому что Он хочет спасти не только нас, а и всех вокруг нас. Особенно тех, кого мы любим, кем дорожим, за кого молимся. Слава Богу! И вообще из послания Тимофея, помните, во второй главе, там первое послание Тимофея, где он говорит, что, Павел, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще. И достигли познания истины. «Ибо един Бог и един посредник». Написано дальше. Это 1 Тимофея 2.5. «Един Бог и един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус». И дальше написано. «Предавший себя для искупления, опять-таки, всех». Написано. «Для искупления всех». Слава Богу! Так что, друзья, завтра, надеюсь, все приедут уже, учащиеся. Завтра будут уже. И продолжим тему эту. Молитесь, возлюбленные. Потому что я понимаю, что усваиваться, как, допустим, ты кушаешь, и продукты, чтобы усваились, нужна работа внутреннего организма. Наша внутренняя работа, чтобы усваивались истины евангельские, это наше общение с Ним. Я пример привожу. Я айсберги видел только лишь один раз в жизни. Но это меня так впечатлило. Вот. Один раз в жизни видел. Но это было впечатление огромнейшее просто. Это просто горы, острова огромные, блистающие. Тем более, это было яркое солнце. Вот. Черная вода. И мне казалось, она прям черная. Вот. И эти просто сверкающие глыбы. Просто вот. Сверкающие глыбы. Это, знаете, я вот просто заворажен. А еще больше дух просто вообще весь завораживает. Знаете, что? Чтобы понимать, что вся основная масса еще больше. Это целый город, представляю. Он под темной водой. Он скрыт. Он там, внутри. И вот блистательная вершина. Нет, представился прям сразу. Блистательная вершина. Это наша на людях. Молитва. Это наше христианство на людях. Вот это все. А основное, глыба вся эта. Это наша с Богом. Под темной водой. Процент на 90 всего этого. Лишь 10% это то, что вот на показ на людях. При всех. Вот. И тогда будет все хорошо. Вот. Когда иначе, то это беда. Ну, в принципе, любой нормальный. Если он духовно возрожден, то он это понимает. И он понимает это. Для него это естественно. И Отец наш в виде считайной воздаст явно. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья. Благоставляю всех вас. Во имя Иисуса Христа. Помолимся. Помолимся. Отец. Бог и Царь. Благословенный во веки веков. Благодарю тебя, Боже всемогущий, за истину Твою, Слово Твое, которое живо и действенно, которое острее всякого меча обоюдоострого. Слово Твое есть светильник для нас, свет стезе наших, пути нашему. Слава Тебе. И я благодарю Тебя, что, Боже, Слово Твое, это не просто даже высказанное Слово, Слово Твое, это и есть личность, это и есть Сын Твой. Агнец Божий, Агнец Божий, от века закладный, пришедший в этот мир, свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, благослови нас и в этой теме экклезиологии, Боже, будь нам учителем, каждому из нас, наставником, потому что действительно Церковь, она утверждена Тобою, создана Тобою, движима Тобою, Господь, Боже. И это утверждение, столб и утверждение истины Твоей. Слава Тебе, Боже. Благослови нас, распусти с миром, пусть Вашалом пребудет нас. Аминь. Аминь. Благословляю вас. Аллилуйя. Спасибо большое. Если есть время, можно победа. Хорошо, с удовольствием, да.